Сегодня в Армении бьют тревогу. Страна постепенно опустошается. С 1 февраля, после открытия границы России с Арменией, все больше армян в массовом порядке покидают страну. В надежде на лучшее будущее многие уезжают в Россию. Один из мигрантов из города Спитак. Он собирается в далекий Амурский край и готов выполнить любую работу, лишь бы дети не голодали. Даже работы дворника нет, иначе не уехал бы. Невозможно больше здесь оставаться. В стране нет будущего. Здесь не думают о простых людях. Только идет борьба за кресло. Мы никогда не были довольны своей жизнью, тем более сейчас. Здесь никогда не думали о простом народе. У меня огромные долги. Здесь нет работы, чтобы вернуть их. У меня дети, внук, и чтобы их поднять на ноги, я вынуждена уехать отсюда в Россию. Живу я в деревне. Мои сыновья, невесты, внуки живут со мной. У нас нет работы. Нужны деньги, чтобы всех кормить, одеть, обуть. Если не поеду в Россию на заработки, не сможем жить. Сложная экономическая ситуация, продолжение эпидемии коронавируса, итоги войны в Карабахе и многое другое – все это составляющее большого кризиса, в котором сегодня находится Армения. Люди жалуются, что невозможно больше жить в стране, где романшисты-оппозиционеры ежедневно проводят митинги только для того, чтобы убрать с поста премьера Никола Пашиняна и прийти к власти. И что этим людям не волнует ни их тяжелая жизнь, ни плачевная ситуация Армении. Ситуация в Армении и раньше была не из легких. Теперь и вовсе на грани. В Ереване практически на каждом шагу можно увидеть уличных торговцев. Мы все безработные. В стране нет работы. Нам приходится заниматься этим, чтобы как-то выжить. Если запрещается заниматься уличной торговлей, то пусть выделят для нас место на базаре, и мы продолжим свое дело. Даже парни, которые возвращаются из армии, не могут найти для себя работу. А как им жить? Заниматься воровством? Молодых парней заставляют заниматься воровством. А как им жить, если в стране нет работы? У меня больной сын. Мне приходится заниматься уличной торговлей, чтобы купить для сына лекарства. Мы тоже хотим жить. А что нам делать? Умереть? После поражения Армении во Второй Карабахской войне в стране еще больше усложнилась социально-экономическая ситуация. К слову, Азербайджан после победы в Карабахе предложил соседу мир. Официальный Ереван казался бы за. Однако оппозиционеры продолжают накалять обстановку, создавая в обществе ревашистские настроения. Проповедники этой идеи осознанно ведут страну гибели. О спасении Армении налаживание добрососедских отношений со всеми своими соседями, в том числе с Азербайджаном и Турцией.